Телеканал Самара Гис совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект «Зоопатруль». С выхода первой программы прошел уже год. На протяжении 2023 мы рассказывали истории животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с зоозащитниками выезжает на место трагедии, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь. Проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет о том, какие изменения произошли в жизни некоторых героев программ, вышедших в 2023 году. Кто-то из них пошел на поправку, кто-то обрел долгожданный дом, а кто-то продолжает ждать своего человека. Аркадия. Героиня самого первого «Зоопатруля» и уникальный пациент Флагман Вет. Еще будучи щенком-подростком, она стала жертвой док-хантеров. В нее выстрелили из огнестрельного оружия. Пуля попала в нижнюю челюсть. Раненую собаку смогли поймать лишь через несколько дней, после чего доставили во Флагман Вет. Специалисты центра решились прооперировать собаку, хотя шансов на успех было мало. Но все получилось. Функция языка у Аркадии сохранилась, а это означало возможность жить, пусть даже без челюсти. С момента операции прошло уже больше двух лет. Аркадия продолжает жить. Во Флагман Вет у нее все в порядке. Она активна и любит гулять в парке. Правда, в холодную погоду долго быть на улице ей нельзя из-за открытого горла, поэтому на прогулки она надевает теплый шарф. Но еще более счастливой Аркаша бы стала, если бы ее забрали домой. В прошедшем году она чуть было, не стала домашней. Пугаться ее состояние не следует. В уходе все не так сложно, просто нужно приноровиться ее кормить из шприца. Взамен получите отличного друга. И, кстати, еще есть такой небольшой плюс, она не сможет ничего погрызть в доме. Один из таких примеров, что даже самые тяжелые случаи реально адаптировать к жизни. Вообще, пример того, наверное, что животное обладает уникальной способностью жить с тяжелыми какими-то травмами, с серьезной инвалидностью, но они совершенно не осознают себя как часть этого мира с какими-то особенностями. То есть, если их ничего не беспокоит, они абсолютно адаптированы к жизни. И мы все-таки не перестаем надеяться, что Аркадия станет когда-нибудь домашней, потому что у нее, скажем так, противопоказаний никаких нет. Продолжает жить во флагман вет и лимон. Метис боксера со сложной судьбой. В ветеринарный центр пес попал после того, как его хозяин оказался в местах боевых действий. Его родственники не смогли справиться с уходом за собакой и забрать ее к себе. Сначала они периодически навещали лимона, потом стали выходить на связь все реже. Лимон продолжал ждать хозяина и очень долго не признавал других людей. В начале нахождения в приюте от стресса он отказывался от еды и болел. Для того, чтобы сделать ему просто укол на расстоянии, сразу двое сотрудников удерживали пса. Да и сейчас погладить себя, надеть ошейник и намордник для прогулки он позволяет лишь избранным сотрудникам ветеринарного центра. У нас есть пласт животных, которые мы прекрасно понимаем, что никогда не станут домашними. И зачастую это связано как с их, скажем так, неадаптированностью к новым людям, так и с какими-то, скажем так, психотравмирующими ситуациями, которые пришлось пережить. В случае с лимоном, для него расставание с хозяином, с которым он провел более десяти лет, такой ситуации и оказалось. Лимон останется жить во флагман вет и, пожалуй, для него это будет наилучшим вариантом. Собака возрастная, думаю, какое-то время он будет жить у нас, дай бог, что эта жизнь для него будет, скажем так, неплохой. Он будет накормлен, если ему понадобится какая-то медицинская помощь, мы тоже сможем ему ее оказать. Еще один герой зоопатруля, о котором мы рассказывали в программе, дружок. Этот пес попал в ветеринарный центр с сильной скальпированной раной головы. Подобные травмы нередко встречаются у уличных собак, например, когда они пытаются где-то пролезть под заборами из металлического профлиста между гаражами. Во флагман вет уже большой опыт работы с такими пациентами. Такой очень важный для нас пациент, где более шести пересадок кожи привели к победе над тяжелой травмой. Весь 23 год и часть 22 года мы боролись за то, чтобы его скальпированная рана, которая находилась в таком сложном месте, в прямом смысле у него был снят скальп. Как оказалось, для нас для всех голова это одно из самых сложных мест, куда можно вообще пересадить кожу в связи с тем, что это зона крайне подвижная. Мы снимали, как у него проходит процесс заживления, как он становится более активным, больше проявляет интерес к прогулкам, к общению с людьми. А сейчас мы снова рассказываем про него. У него все хорошо, она постепенно заживает. В принципе, он готов к тому, чтобы пойти жить в семью. В предыдущей программе мы рассказывали о животных, которые замерзают на улицах в холодную погоду. Среди них щенок, которого мы назвали Чойс. Его сбила машина, после чего он всю ночь пролежал в снегу на 20-ти градусном морозе. Раненого щенка вечером накануне трагедии увидела около дороги Татьяна Титова. Покормила малыша и оставила, но на сердце было неспокойно. Всю ночь женщина переживала, все ли в порядке с щенком, и рано утром отправилась на то же место. Ну, иду на работу, смотрю, собаки не видно. Ну, наверное, забрали. Подошла, он лежит. Я так испугалась, думала, что он умер. Ну, а потом, смотрю, хвостиком виляет. Волонтеры сразу позвонили во флагман вет. Работники службы спасения ветеринарного центра оперативно выехали на место. Он лежал, замерзал, у него прям уже аж вся морда была в этом, в инии. Забрал, отвез на своей машине, передал на лечение. У Чойса, помимо обморожений, были диагностированы переломы лап. Чойс перенес операции и сейчас активно идет на поправку. Он встал на лапки и уже бегает. Прогнозы прекрасные, я думаю, еще через месяц он уже освоит, скажем так, прежние тамп ходьбы, и собаку можно будет пристраивать. Пациентов в ветеринарный центр флагман вет часто доставляют сами волонтеры. Есть среди них такие, кто обращается за помощью часто, потому что присматривают одновременно за несколькими животными. Среди них дядя Коля, его подопечные живут на лодочной станции. Вот она, Сонька, да, вот, вот наша хозяйка пришла. Да, 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 да. Ну, как же, Рекс, Рекс пришел, от меня не взяли. Среди собак, опекаемых Николаем Поповым, боцман, пса с травмированной лапой, волонтер принес в клинику на руках. Сейчас боцман уже давно на прежнем месте жительства. С ним все в порядке. В прошлом году прибился рыжий с больной ногой, с перебитой ногой. Не перебитой, а порезанная нога была, лапка задняя. Вот, ее тоже лечили во флагмане. Вылечили нормально. Этого щенка во флагман вет тоже привозил дядя Коля. У него был энтерит. Такой диагноз для малышей часто оказывается приговором. Но в ветцентре стараются помогать и таким пациентам. Вот этот малыш болел энтеритом. Это очень тяжелое инфекционное заболевание, в котором очень часто животные, особенно щенки, не выживают. Но вот этого малыша нам удалось вылечить. Сейчас у него все хорошо, пока он живет в стационаре. Видеопривет от Рыжули прислали ее кураторы. В ноябре эта собака провалилась в колодец глубиной 10 метров и провела около 12 часов в ледяной воде. Собака чудом не получила серьезных травм. Люди обнаружили ее по вою, раздававшемуся из-под земли. Думаю, батюшки, откуда же она лает-то? Смотрел-смотрел, думал, сам решила пройти дальше. Мне сказали мальчишке наше, что там есть еще колодец. Я туда смотрю вниз, а она там глазами на меня лупит, смотрит. Сотрудник службы спасения животных флагман вет оперативно приехал на место. По веревке спустился на дно колодца и вытащил бедолагу. Ну, когда я только подъехал, я сразу понял, что я тогда по-любому залезу. Я тогда когтями буду рыть туда, но залезу. Экипировались, грубо говоря, залезли. Собака была настроена недружелюбно. Я думаю, из-за того, что она сама не поняла, что это произошло. После реабилитации во флагман вет Рыжулю выпустили обратно к торговому центру, где она жила раньше, где ее ждал друг, пес Тиграж, и где за ней присматривали сотрудники центра. Рыжуля уже освоилась на прежнем месте и, по словам ее кураторов, стала даже больше доверять людям. Она поправилась, чувствует себя хорошо и любит гулять вместе со своими четырехлапыми друзьями. Две собаки со схожей судьбой – Маша и Малыш – в прошедшем году обрели свой дом. Оба пациента примерно в одно время поступили во флагман вет, истекающие кровью из-за сильных покусов своих же сородичей. В госпитале они подружились, так что сотрудники ласково называли их мужем и женой. После лечения в ветцентре приняли решение не возвращать этих собак обратно на улицу, чтобы они снова не попали в беду, а искать им дом. Где палочка? Где палочка? Смотри-ка! Ай, какая! Первым повезло малышу. Несмотря на внушительные размеры, это очень добродушный и покладистый пес, что и помогло ему попасть в семью. Не могу, влюбилась в него прям с первого взгляда. Конечно, сначала были мысли, и большая собака, боялась. Женщина и ее дочь все же решились взять малыша домой. Сначала на пробный период, но так и оставили его у себя. Малыш освоился в квартире, подружился с котом, выучил некоторые команды и обожает играть с хозяйкой на прогулках. Воросик, воросик. Маше обрести дом было сложнее. Собаку возили на крупную выставку животных, но там она напугалась обилию людей и шуму. Тогда на помощь в пристройстве пришли волонтеры. Сейчас она нашла дом и живет в частном доме, где ее любят. Холят, лелеют, у нее есть чашка с едой, у нее есть игрушки, ее всячески любят. То есть она потихоньку оттаивает и раскрывает свое собачье сердце для людей. Она уже идет на контакт с хозяевами и дает там почесать себя, то есть проявляет какие-то первые признаки того, что собака доверяет людям. Здесь такой прям красочный хэппи-энд, и не стоит бояться вообще каким-то образом соприкасаться с собаками крупных пород. Что касается Маши, ее история интересна тем, что даже не очень социальные собаки при должном внимании, уходе и терпении могут быстро стать членом семьи. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра Флагман Вет по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность.